78 лет прошло со дня освобождения перевалов Кавказа. В Карачаевске этой теме посвятили круглый стол с участием представителей Совета ветеранов Карачаевского городского округа и Краснодарского края, отдела культуры и администрации города. Репортаж Аслана Гирюгова. До начала круглого стола прошла встреча делегации из Краснодарского края на территории Музея защитников перевалов Кавказа. Гостям рассказали о тех сражениях, которые проходили в горах. Для ознакомления с историей тех лет в музее представлено большое количество экспонатов, найденных в нашей республике. В завершении экскурсии и возложении цветов на территории музея, а также на эмориале жертвы депортации карачаевского народа, началась работа круглого стола. Задача наша одна – совместная работа по воспитанию, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ведь для дружбы нет границ, поэтому Карачаевск и городской округ и Лобинский район заключен договор несколько лет назад о дружбе, совместной деятельности. Вот военно-патриотическая работа как раз отнимет пунктов этого договора. Темой круглого стола – преемственность поколений. С приветственным словом к участникам обратился начальник отдела культуры карачаевского городского округа Шамиль Хубиев. Он рассказал о многих мероприятиях, которые проводились с целью патриотического воспитания молодежи. В ходе работы круглого стола участники обменивались опытом и делились знаниями, которые накопились за годы общественной работы. Здесь почтить память, не только вспомнить, поклониться тем и тому народу, кто принимал здесь наших бойцов, поклониться карачаевскому народу за то, что они в годы Великой Отечественной войны помогали нашим воинам, чем могли. И это очень главное для военно-патриотического воспитания нашей молодежи. Проводя подобные мероприятия, мы не только отдаем дань памяти героям, которые проливали за нас кровь, но и воспитываем молодых патриотов, для которых ветераны Великой Отечественной войны будут примером мужества и чести. Аслан Гирюгов, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск.